Может ли техасская корова запустить Армагеддон на Ближнем Востоке в апреле 2024 года? И какое это имеет отношение к войне Израиля в Газе? В сотый день жестокой агрессии Израиля в секторе Газа представитель Хамас Абу Абейда опубликовал видео, объясняющее мотивы вторжения группировки в Израиль 7 октября. Наряду с продолжающейся оккупацией Палестины Израилем, Абейда также упомянул, что на оккупированные палестинские территории завозят неких красных коров. Речь идет о планах многочисленных правых израильских группировок, которые утверждают, что красную корову необходимо принести в жертву, чтобы евреи реализовали свои планы по сносу мечети Алякса и возведению на ее месте мифологического третьего храма. Это может прозвучать как теория заговора, но радикальная израильская группировка Институт Храма уже приобрела и импортировала из Техаса пять телок породы Редангус по цене 500 тысяч долларов. Эти коровы пасутся в кибуце на оккупированном западном берегу с 2022 года. При этом сообщается, что жертвоприношение планируется провести уже в апреле нынешнего года. История о принесении в жертву рыжей телицы уходит своими корнями в Тору и Талмуд. Считается, что этот ритуал необходим для очистки евреев, так чтобы они могли молиться в комплексе Алякса, что им запрещено делать согласно еврейским законам. Сообщается также, что жертвоприношение состоится на Масличной горе напротив мечети Алякса. Корова должна быть полностью красной, включая копыта, и ей должно быть около трех лет. После жертвоприношения пепел коровы должен быть смешан с водой и использован для очищения избранных еврейских священников и их приверженцев. С момента оккупации Восточного Иерусалима в 1967 году правые сионисты призывают построить третий храм на месте мечети Алякса. Первоначально этот план был целью только маргинальных групп, таких как институт храма, но в последние годы идея получила широкое распространение. Группы еврейских поселенцев регулярно штурмуют мусульманский комплекс. Их поддерживают многочисленные политики и общественные деятели. Некоторые организации даже представили чертежи храма и подготовили орнаменты, которые будут его украшать. В прошлом году во время месяца Рамадан одного из активистов движения за храм арестовали после того, как он и группа еврейских экстремистов попытались провести казу на территорию Алякса для ритуального жертвоприношения. Кроме того, Израиль на протяжении десятилетий ведет раскопки под мечетью Алякса. Их осудили археологи и власти разных стран. По их словам, раскопки проводятся для ослабления фундамента мечети, чтобы легче было ее снести. Очевидно, что если бы Израиль попытался снести мечеть Алякса, третью по значимости святыню ислама, это вызвало бы возмущение во всем арабском и мусульманском мире. Однако, даже если правые еврейские группы не смогут начать снос, есть опасение, что само жертвоприношение подтолкнет еврейских экстремистов, занять мечеть и еще больше ограничат права палестинцев на доступ к святыне.